Начнем с самого главного правила, которое есть в лиминаторике, правило произведения. Оно очень-очень звучит. Если есть два набора точек, и вы каждую точку из одного набора соединяете с каждой точкой из другого, то количество проведенных при этом отрезков чему равно? То есть в данном случае 3 умножить на 6. Правильно? Вот и все. Абсолютно очевидное правило. Иногда по-другому это так говорят. Если у вас есть 3 дороги, а здесь 6 дороги... Это какой-то более частый пример. Что? Это более частый пример. Нет. И вы должны выйти отсюда и попасть сюда. Причем все время надо двигаться вправо. То количество способов чему равно? 3 умножить на 6. Если у вас есть одно множество и другое множество, то количество элементов их декартового произведения, это есть количество элементов одного множества умножить на количество элементов другого множества. Так, давайте обсудим, а что такое декартовое произведение. Очень просто. Произведением двух множеств называют множество памятников. где x – это элемент первого множества, а y – это элемент второго множества. Читается множество. Фигурно, насколько множество. Вот это пара. Это очень важно. Порядочная пара. В том смысле, что xy – это совсем не то же самое, что yx. Это порядок. И вот эта палка читается таких шток. Некоторые люди не любят вертикальную палку. Вместе на нее пишут твои дочи. Ну, это уже по вкусу, но здесь понятно, да? Вот это значит, что означает принадлежность. Замечательно. Давайте решим несколько задач. На это самое правило произведения. Первая задача совсем простая. Пусть есть два разных ножа, три разных ложки, три чашки и пять люц. И, например, десять тарелок. Так, ну, может быть еще что-нибудь написать? Давайте на это остановимся. Вы хотите дать человеку один нож, одну ложку, одну чашку, одно люц и одну тарелку. Скажите, пожалуйста, сколькими способами это можно сделать? Да? Два умножить на тре умножить на тре умножить на пять умножить на десять. Ура! Два, три, три, пять и десять. Ну, это правда? Да. Можно даже посчитать. Это будет девятьсотка. Это будет девятьсотка. Но мне не так важно, сколько это. Важно, что в такой ситуации надо что? Перемножить. Отлично. Следующее. Представьте себе, что вы должны дать. Не полный нам нож, ложку, чашку, блюдо с тарелку. А какой-нибудь один предмет. Сколькими способами это можно сделать? Да. Ну, только два плюс три, плюс три. Так. Господа, вот это понятно, да? Да. В этом случае у нас сумма. Можно, конечно, тоже посчитать. Сколько там будет? Двадцать три. Да. Вот. Так вот, вы понимаете, что это принципиально разные задачи? Да. В одном случае мы говорим, что нужно выдать полный набор. Нож, ложку, чашку, блюдо с тарелку. В другом случае нужно выбрать какой-то один предмет. Хорошо. Теперь давайте еще, если я выписал все эти числа, решим какую-нибудь задачу. Пусть нужно дать человеку ровно два предмета. Почему разных? Сколькими способами? Пятнадцать на четырнадцать. Пятнадцать на четырнадцать. Ну, короче, двадцать три на двадцать тринадцать. Смотрите, вы хотите сказать, что можно давать, скажем, и два ножа? Да. Ну, я сказал, нет. Человеку надо дать два предмета, причем разных названий. Да. То есть давать ему две ложки или два ножа нельзя. Двадцать три минуты шесть. Что? Двадцать три минуты шесть. Может быть, из произведения отнять сумму? Из произведения отнять сумму? Из произведения всех отнять сумму? Пять вариантов. Это совсем странная вещь. Пять вариантов? Пять? Конечно. Есть пять вариантов для первого, предметы четырнадцать. Для второго. Почему это пять вариантов специально? Вы хотите сказать, что просто нож... Нет, ну нож он бывает такой или такой. Вы же сказали, что два ножа нельзя. Два ножа нельзя, да. Ты можешь сдать любой из этих ножей. А это двадцать три плюс двадцать два. Почему? Потому что у нас первый предмет... Так, давайте. Я боюсь, что некоторые не услышали условия. У нас есть два разных ножа, три разных ложки, три разных чашки, пять разных блюд и десять разных тарелок. Вы хотите дать человеку два предмета с разными названиями. Вот если бы вы хотели просто человеку дать два предмета, то здесь уже правильный ответ сказали. Нужно взять сколько их всего, двадцать три, и сказать, что даем человеку двадцать три варианта, а потом двадцать два варианта, потому что любой другой предмет, и еще пополам выделить, потому что АВ и ВА это одно и то же. Это было бы просто и понятно. Двадцать три умножить на одиннадцать. Дело нехитрое. Сколько? Двести пятьдесят три. Двести пятьдесят три. Но в том-то и дело, что нет. Что? Нужно два на три, на три на пять, на десять и снова на два на три на десять. Перемножить или что? Нет. Типа девятьсот? Нет, нет, нет. Посмотрите, двадцать три на двадцать один плюс два двадцать три на двадцать плюс… Почему двадцать три на двадцать? Ну, короче… Почему двадцать вообще, если мы дали… Заметьте, ребята, если честно, я думаю, что вы это сходу сделаете, но сейчас у вас возникла такая проблема. Вы запутались, что вы знаете, каким образом считать. То есть написать формулу – это несложно, но проблема в том, как считать. Есть кто-нибудь, кто может предложить, даже не взять не число, а просто идею, каким образом подсчитывать это количество? Нужно взять предмет умножить на пять, потому что всего время это пять, и умножить на него количество. Нет, конечно, нет. Но первое… для первого всего двадцать три варианта. Да, для первого двадцать три варианта. Замечательно. Но потом сильно зависит от того, какой из этих вариантов. Нужно сложить все варианты того, что мы взяли. Получить немного, но не очень много. Так вот, ребята, а давайте я вам предложу два решения этой задачи. Одно решение такое. Давайте мы напишем, что всего предметов у нас двадцать три штуки. Правильно? И выберем из них два произвольных предмета. Количество способов выбрать два предмета из двадцати трех обозначается вот так. Называется число сочетаний из двадцати трех полных. Мы уже там вот посчитать… Что? Без чертой тропы не нужно. Без чертой тропы, конечно. Дело в том, что это никакая не тропия. Это количество способов выбрать два предмета из двадцати тропий. Так, пока все понятно? Да. Но внимание. Это двести пятьдесят три способа, среди которых есть плохие. Что такое плохой способ? Когда вы выбрали, скажем, две тарелки или две ушки. Понимаете, да? Значит, эти плохие способы надо вычистить. Число сочетаний из двух под два, из трех под два, из пяти под два и из десяти под два. Из трех под два. Что? Из трех под два. Из трех под два. Из трех под… да, 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 я за… спасибо. Спасибо, я ошибся. Из трех под два… из пяти под два… Сколькими способами можно выбрать два предмета из трех? Тремя. Тремя. Тремя, конечно. Ну, здесь тоже, да? Так, из пяти предметов. Из пяти предметов сколько есть? Один. 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 Пять. Один. Пять. Выбираем. Либо эти. Либо эти. Десять. Десять. Уже не везде открытия? Десять. Десять, конечно. Четыр-пять. Конечно, десять. Так, а из десяти. Один. 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 сколько? а как вы считали? 10 на 9. если смотрят сегодняшнее занятие, все поймут хотя бы как считать число сочетаний из n подва, из 10 подвих, из 23 подва, для некоторых это будет огромный шаг вперед. дело в том, что это очень часто встречается во всевозможных задачах, кстати как называется число? у него даже специальное название есть. треугольное число. мы сейчас все это будем объяснять, но вот давайте из 10 подва выбирать два предмета. может вы выйдете и попытаетесь как-то объяснить да, быстрее. можете долго говорить. главное, чтобы все поняли, а то мы голосовать не проверим, кто вас поняли. да, да, да есть 10 элементов, то есть как надо посчитать. мы можем каждому из 10 элементов выбрать еще 10 остальных элементов то есть мы здесь вяжем на 9. то есть у нас есть число n, есть остальные n соединяющие. мы эту точку с n с одним числом будем соединять. имеется ввиду, нужно нарисовать 10 угольных. правильно? это сложно, но я это могу. 10 это все-таки не 100. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. и дальше идея. что значит выбрать два элемента? например, вот этот и этот. это очень просто. давайте отрезок приведем. если приведет такой отрезок, мы их выбрали. а как можно по-другому выбрать два элемента? ну вот так можно выбрать. а как еще можно выбрать? ну вот так. понимаете, да? то есть вас на самом деле интересуют все. ну вот если я все их нарисую, то здесь будет очень много. вас интересуют все стороны и диагонали. и по какой же формуле считается это количество? 10 на 10. 10 умножить на 9 и разделить на 2. а почему? потому что если вы не заберете? 10 на 10. и почитать не вот так. правильно. правильно? поднимите руку, кто понял. ну вроде бы больше на 100 за вас. давайте. спасибо. спасибо. значит, что осталось? осталось... поехали. 45 и 10. 55, 58, 61, 62. и сколько же это будет? 223 минус 62. стадия у нас. стадия у нас. стадия у нас. тогда? хорошо. вот один способ решения. на самом деле есть и другой способ. другой способ заключается в следующем. я могу вам приспортить. двигаться сверху вниз. и говорите. я ножик беру или не беру. согласны? вот давайте сначала посмотрим, сколько вариантов, когда я ножик беру. вот если я взял ножик, сколькими способами это можно сделать? двумя. двумя. отлично. нож можно взять двумя способами. после этого нож уже брать нельзя. а сколько осталось предметов? 3 плюс 3 плюс 5 плюс 10? 21. любой из них я могу брать, и все хорошо. значит, получается 2 умножить на 21. теперь. вот я посчитал, когда ножик взял. пусть я ножик не взял. ножик не беру. тогда мы получили задачу, про ложки и чашки будут стоять. я опять говорю, ложку я беру или не беру. если я ложку беру, то это делается тремя способами. так? после того, как я ложку взял, можно взять это, это, это или я. 18. хорошо. теперь. пусть я ложку не беру, но и нож тоже беру, да? тогда чашка. я ее что? беру. беру или не беру? беру. беру. если я чашку беру, то осталось 15 вариантов. так. все, чашку не беру. тогда я нужно взять 1 плюс и 1 торец. сколько вариантов? 5 умножить на 10. ну, не так просто это считать, конечно. ну, чего? 45, 50. здесь будет 54. здесь будет 42. поехали. вот это 95 и 54. это, если я правильно знаю, 149 и 42. не важно, как проще, важно, что совпало. так, победа? да, победа. можно придумать еще много разных задач на это самое правило, и обязательно потом их порешаем, но главнейшее, первейшее применение правила произведения в комбинаторике это великое число n фу. давайте, во-первых, напомним, что это такое. это произведение всех чисел до числа n. например, число 4 факториалов, это 24. 5 факториалов, это 120. 6 факториалов, это 720 и так далее. произведение всех чисел, как будто это. почему это произведение является абсолютно важным для комбинаторики? а потому что, если у вас есть несколько предметов, и вы их произвольно располагаете в строчку, то именно вот эта формула дает количество вариантов. Ребята, я сейчас хочу, что называется, поберечь ваше и свое время, обязательно у нас все равно потом это возникнет, выписывание всех перестановок на двух элементах, на трех элементах, на шести элементах. господа, вот, ну, поверить, что четыре элемента можно переставить. давайте, я все-таки попрошу кого-нибудь объяснить, а то ему даже берется этот самый конфетриал. Ну, вот пусть у нас есть, скажем, пять человек, и они должны встать. Ну, на первое место есть. Вот у нас есть пять человек, у нас также есть пять мест. Посмотрите, вот у нас есть первое место, сколько на него может быть людей? Ну, все пять могут, ну, например, вот это вот стало. Дальше берем вот это место. На него уже это стать не может. Значит, на него может стать сколько жболька? Минус один. Ну, вот, например, вот это вот стало. Он по очереди проводит отрестие. Вверху пять точек, а внизу те же самые пять точек, но он их каким-то другим способом. Можно будет понять, если стрелочки рисуют, потому что вот это переходит сюда. Да, не надо, ну, это не поймут, да, вот это переходит сюда. Теперь, когда уже нарисовали два отрезка, у вас уже двадцать способов. Понимаете? Да, дальше. Ну, дальше опять рассматриваем вот следующее. Ну, осталось только три места. Согласны? Да. Дальше. Ну, пускай он пойдет вот сюда. Да. Дальше опять я влюблю с этого места. Да. У последнего осталось только одно. Мы пускай он пойдет вот сюда. Итого у нас на первом было пять, а на втором пять мы сутим. Четыре. На третьем четыре сутим. Три. Дальше еще мы сутим два. И еще мы сутим один. Ну, на один можно было не умножать, но действительно получается пять и первые. Так, голосование. Кто его понял? Ну, хорошо. Так, вы не понял. Нормально, выходите. Быстрее быстрее. Да, да, да. Быстрее быстрее. Да, уже. Так. Вот и самое. Задавайте свои вопросы. А это было объяснение фактериала? Было объяснение не фактериала, а определение фактериала написано вот здесь. Объяснять его не нужно. Выписываете числа, ставите на знак умножения. Считаете, сколько положится, столько получится. Нет, важно, что это не просто странное выражение. Потому что, ну, например, вы могли договориться, поставить здесь не знак умножения, а поставить там через плюс и минус. Или еще что-нибудь странное сделать, да? А вот почему-то для коминаторики важно именно это. Почему? А потому что есть важная задача. Количество перестановок на данных n-элементах. И это самое количество – это n-фактериалов. Понятно? Да. А значит, это почему n-фактериалов? Ну, надо применять. Применяться на сантуру. Смотрите, когда у вас один элемент, то ему деться некуда. Это вариант. Если вы эту формулу доказали для n, а элементов не n, а не плюс один. Тогда смотрите, что мы можем сделать. Мы можем взять n элементов и их каким-то образом упорядочить. Ну, в каком-то порядке их оставить. Это делается вот таким количеством способов, правильно? А после этого, смотрите, какая история. У вас есть еще один плюс первый элемент. Куда вы его можете поставить? Пусть надо было пять элементов и есть еще шестой элемент. Для шестого элемента, на самом деле, любое из этих мест годится. И сколько этих мест? Шесть. Значит, если вы уже знаете, что пять элементов можно выстроить с такими способами, то шесть элементов еще умножить нашли. Понятно? Все, спасибо. Так, поняли, о чем это то? Спасибо. Все, n три одной или. n три одной или.